Почти 10 тысяч кустарников растянулись на 2 километра. Это спирееволистная. Предполагалось, что разделительная полоса будет самой красивой в Липецке. Но сейчас она только портит внешний вид и уже стала причиной насмешек горожан. Майна засохла уже, поэтому они не цветут. Посадили они, не придумали, что будут, а они не стали. Это похоже больше на ветки, знаете, как веник, когда подметает, да, по сути. Но это некрасиво, с одной стороны, и неправильно. С другой стороны, просто потери больших денег. У спиреи стресс, уверяет заместитель директора предприятия «Зеленхоз» Елена Мачнева. Хотя стресс сейчас, видимо, и у работников предприятия тоже. Сажали кустарник поздней осенью. Но с сих пор непозеленевшее ограждение стоит почти 16,5 миллионов рублей. Посадка осуществлялась по всем правилам зеленого строительства. То есть она была посажена с комом, с землей с определенным. Поэтому все должно быть хорошо. С этой разделительной полосой уже несколько лет не все хорошо. Из-за большого количества аварий сначала здесь сделали забор, который мэр назвал «Конавязью». А водителям приходилось объезжать всю улицу ради одного поворота. А теперь новая разделительная полоса никак не может заделенеть. С ней все в порядке, уверяют специалисты. Если мы попытаемся сломать ветку, то она не ломается, очень туго. Вот на ней бочки, вот они видны. Некоторое беспокойство из-за изгороди начал испытывать и генеральный подрядчик работ. Липецкое дорожно-строительное предприятие. В организации нас уверяют, что все будет хорошо и все зацветет в конце мая, начале июня. Из-за того, что это поздноцветущее растение. В любом случае ЛДСП-1 и зеленхоз действуют в рамках обязательств по соответствующему договору. На озеленение это один год. И если что, будут проведены соответствующие гарантийные работы в рамках этих обязательств. Вот так должен выглядеть кустарник на Московской. Этот посажен уже давно. И никакого стресса, а также повышенного внимания к себе не испытал. Татьяна Ермишина, Вадим Губанчук, ТВК Новости.